Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, когда с мужем в два года нет близости интимной? Каждый постарается часто после рождения детей. Как однажды он говорит, ну, когда дети жены, что это значит, у него кто-то есть. Нет, ну, вообще говоря, напрямую... То, что у него кто-то есть, это не значит. Потому как нет никакой связи между тем, что мужчина не хочет, ну, значит, близости с вами типа из-за детей, да? Нет никакой связи здесь с тем, что у него кто-то есть. Я думаю, что ваше такое высказывание относительно того, что у него кто-то может быть, да, ваше такое высказывание, это больше про вашу неуверенность в себе, наверное, пожалуй, вот. И на мой взгляд, прямую связь, значит, прямую связь с тем, что вам изменяет, извиняюсь. Но, конечно, конечно, представляет интерес то, что вы видите в этом именно сразу в измену. И представляет интерес то, что вы воспринимаете это сразу как то, что он вам изменяет. Это говорит о том, что вы неуверенность в себе, это говорит о том, что у вас нанесена самооценка, это говорит о том, что вы не чувствуете себя ценным, и это говорит о том, что, по большому счёту, ну, вот, вы боитесь, видимо, чего-то. То есть вы боитесь измену, вы боитесь остаться, ладно, вы боитесь этого. И очень важно увидеть, на мой взгляд, как вы сами к этому приходите, к тому, что вы боитесь. Вот, то есть, ну, вот, такой аспект, на мой взгляд, он очень и очень важен. Важен, вот, то есть очень важно для вас это определить, очень важно для вас это увидеть, очень важно вам это понять, на мой взгляд, вот, для того, чтобы вообще разобраться с тем, где какая-то ваша, да, проблематика, вот. Вот, а где проблематика, собственно, ваших отношений с мужем, вот, а где проблематика, там, допустим, его, да, вот. Вот, поэтому, повторюсь, связи никакой, абсолютно нет, вот, между тем, что человек не хочет с вами, значит, близости, и тем, что у него кто-то есть. Вот, связи никакой нет. Вот, то, что вы эту связь видите, да, то, что вы как-то вот эту связь, ну, эту связь, эм, поднимаете, да, а это говорит только о ваших собственных страхах, вот, и о том, что, вероятно, вы бы и сами, может быть, хотели бы изменить, потому что это история больше про проекцию, вот, это история больше про проекцию, вот, то есть про перенос, по большому счету, именно, вот, перенос здесь умеет быть, вот, то есть вы в этом смысле, да, переносите на своего супруга, да, на своего мужа, вот, свои определенные желания, свои определенные импульсы, вот, и, соответственно, с точки зрения психологии, вот, о чем вы говорите, является проектом, говоря об имени, вы хотели бы этого, вероятно, возможно, что и сами, вот. Но, но, признаться себе в этом вам непросто, признаться себе в этом вам тяжело, вам болезненно, это вероятно, вот, и поэтому вы приписываете это своему мужу, вот, при том, что у него, может быть, таких, таких историй-то вовсе и нет. Вот, а следующий момент, следующий момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это, собственно, то, что, что может вас объединять с человеком, да, вот, что может вас связывать с мужем сейчас, кроме детей, То есть, вот, то есть, вот, если что-то сейчас с вашим мужем, то вас объединяют. Если что-то сейчас с вашим мужем, что вас связывают. Если сейчас с вашим мужем что-то, что делает, а, ну, что является общим между вами, Потому что, если нет, то это довольно многое объясняет. Конечно. Конечно же. Дальше. Идём. Дальше. Идём. Дальше. Он постоянно наменяет детей кричит, приходя и уходя с работы. Что же, крик является следствием подавленной злости и неудовлетворенности человека. На мой взгляд, довольно важно понять, что происходит с вашим мужем. Вот. Понятно, на мой взгляд, совершенно очевидно, что сделать это можете только вы, поскольку вы являетесь его женой. Вот. И, соответственно, вы можете, в общем-то, через я сообщение, да, вот, спросить у него, а что же такое с тобой сейчас происходит, ты недоволен, ты излиши и так далее. То есть, это всё, на мой взгляд, вполне. Вполне реально, вот, если только вы, ну, подберёте вот такой, скажем так, ну, скажем так, адекватный, может быть, приемлемый для вашего супруга способ, механизм, да, выяснение того, что у него происходит. Поэтому, ну, как-то вот, не давя на него, да, безусловно, вот, не оказывая на него давление серьёзного, а именно просто вот интересует, что, что с тобой, вот, сейчас происходит, да, и чем я могу тебе помочь, если, если ты хочешь, чтобы я вообще тебе помогал. Вот, в этом смысле, очень важно увидеть то, как вы общаетесь с своим супругом, вот, то есть, какие у вас, ну, формы взаимодействия с ним, вот, и если эти формы взаимодействия, с ним, являются, ну, негативными, да, если формы взаимодействия с ним являются, ну, какими-то, вот, деструктивными, скажем так, то вам, в этом смысле, конечно, желательно с этим работать, вот, и желательно этот момент корректировать, вот, чтобы не было конфликтов, но при этом, при этом, вполне адекватно, чтобы вы могли выражать то, что вас беспокоит, чтобы вы, ну, вполне спокойно могли бы говорить о том, что вас волнует, вас тревожит то, что является для вас важным и так далее, вот, это определенное, конечно, искусство, в этом вам тоже требуется помощь. Дальше, значит, так, было замечено, в том году часто покупал для работы себе новые вещи и ботинки начисал и задерживался добавлено, когда я спрашиваю, извиняюсь, он клянется своей мамой, что нет, помогите разобраться, пожалуйста, стоит ли спасать такие отношения, они уже лет пять такие. Ну, смотрите, по поводу того, стоит ли вам спасать отношения или нет, я думаю, что вы можете вполне разобраться сами, то есть я думаю, что вы вполне способны сами решить, стоит ли спасать отношения или нет, вот, потому что эта правда находится, вот, только в вашей, компетенции, вот, я могу сказать, я могу сказать, что любые отношения, в принципе, можно гармонизировать, вот, я могу сказать только, что любые отношения можно скорректировать, да, любые отношения можно привести к определенной гармонии, вот, я не думаю, что в этом есть проблемы, да, серьезно, вот, я думаю, что все это решается, я думаю, что все это корректируется, но, но только если вы хотите этого, грубо говоря, для мужа, вот, то есть как бы если вы хотите этого для себя, если вы хотите для себя, значит, ну, решить какую-то проблему, вот, то вот это само по себе является проблемой, потому что вы будете зависимы от своего мужа, вот, поэтому вам нужно определиться с тем, как мне кажется, да, вам нужно определиться с тем, что вы чувствуете к своему супругу, вот, то есть вот, ну, буквально, можно сказать, что вы чувствуете к своему супругу, вот, и дальше уже, исходя из этого, исходя из этого, уже можно будет смотреть и решать, вот, как вам хочется, вот. Я думаю, примерно так можно было бы ответить вам на этот вопрос, вот, по моему мнению, вот, такой можно было бы, можно было бы дать вам ответ с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Сначала разобраться в себе и отделить свои собственные проблемы от всего остального. Удачи вам! Буду благодарен за обратную связь, по моему ответу. Удачи вам! Удачи! 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 Продолжение следует...